Сзади меня и перед вами находится Севастопольская бухта. Это самая большая бухта на территории нашего города. В состав нее входит более 12 маленьких бухточек. Самая большая, входящая в состав Севастопольской бухта Южная. Она уходит вправо от вас более чем на 2 километра. Александр Васильевич Суворов, когда впервые прибывает на наши берега, города еще тогда не было, но он, обойдя вот эти места, он отмечает, что это идеальное место для стоянки, хранения и ремонта кораблей. Об этом он сообщает Екатерине Второй. Ну и, собственно говоря, она своим приказом повелевает основать город именно здесь. В ее указе была указана Ахтиарская бухта и деревушка Ахтияр. Именно такое название носила Севастопольская бухта до того, как стала Севастополью. Ахтиарская бухта и в окончании, вот видите, на противоположном берегу такая белая стена. Это наша земля, это известняк, германский имшанковый известняк. Именно примерно в том месте находилась заброшенная уже татарами деревушка Ахтияр. И, собственно, недалеко от этой деревушки и был основан Севастополь. Севастополь изначально строился как огромная военная часть и был идеально защищен со стороны моря. На противоположной стороне небольшой мыс, наиболее выпирающий к нам, это Павловский мысок. Здесь сейчас находится госпиталь Черноморского флота, а ранее здесь находился Павловский бастион. Здесь же причаливал корабль Святой Павел. Еще четыре бастиона охраняли вход в Севастопольскую бухту. Два из них уцелели. Мы с вами их увидим, когда перейдем на другую точку. И когда эскадра в составе английского, французского, турецкого и сардинских флотов подходит непосредственно к Севастопольской бухте, вот эти все бастионы, они начинают активно вести огонь, оборонить. И французы, и англичане, понимая, что они не могут войти в Севастопольскую бухту, они уходят вдоль западного берега. Французы уходят в сторону Евпатории и начинают обходить город со стороны суши. А англичане уходят на южный берег в сторону Балаклавы. И те, и другие начинают город обходить с тыльной стороны. Город со стороны суши был абсолютно незащищенный. Там была Россия, и защищаться, в общем-то, было неоткуда. Поэтому буквально за две недели севастопольцы, женщины и дети выходят на улицы города и буквально из подручных средств руками, вручную, начинают строить бастионы. Как писал Корнилов, за две недели мы сделали значительно больше, чем за предыдущие несколько лет. За две недели были построены восемь бастионов. Семь из них номерных. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. И один был именной. Малахов курган. Малахов курган находится... Вот видите, три крана стоит судоремонт. Вот эта возвышенность зеленая за ними, это и есть Малахов курган. Ну а вообще бастионы стояли полуподковкой, защищая Севастополь с суши. И вот непосредственно на Палманском муслу, за ним чуть дальше находился первый бастион. На Малахов курган мы сегодня с вами приедем. И что касаемо Южной бухты. Южная бухта, вот она очень такая спокойная, очень похожая на реку. На ней никогда не бывает штормов, и она не замерзает в зимнее время. Здесь до сих пор стоят военные корабли и в том числе подводные лодки. Ну вот, с февраля запрещено нам заходить на экскурсионных катерах на территорию Южной бухты. Но тем не менее, экскурсию все равно проводим. Проводим до середины Севастопольской бухты. И затем так и разворачивается для просмотра еще других бухт. Ну и собственно, если бы мы с вами ушли бы непосредственно в Южную бухту, она протяженностью более чем 2 километра. И там в оконечности ее находилась так называемая Царская пристань. Там Николай II пересаживался с поезда, и ожидала его яхта под названием «Штандарт». Он принимал парад стоящих на арене кораблей и отправлялся в свою южную резиденцию в Ливане. На сегодняшний момент, вот вы знаете, в советское время город строился как военная часть, огромная военная часть, и все гражданские, кто сюда приезжал, они были по сути обслуживающим персоналом для этой военной части. Вот эти вот двухэтажные домики, это все территория Севастопольского судоремонтного завода. Но у него есть заказы, но настолько мелкие, что вот эти краны, они уже долгое время в принципе не поворачивались вообще. Но тем не менее, заказы имеют место вновь. На эту же Кравскую пристань во время своего визита Екатерина II прибывает. Ее путевой дворец был примерно там же, где находилась вот эта самая заброшенная деревушка Актуяр. И Потемкин до последнего момента буквально вел ее лесами, чтобы никто не видел, куда она приезжает и что такое Севастопольская бухта. И в определенный момент шторы этого путевого дворца были распахнуты, и перед всеми присутствующими открылась вся наша Севастопольская бухта. Конечно, возникли вопросы. Флот, выстроенный в бухте, настоящий. Всех присутствующих посадили на лодке, и они проследовали через всю бухту и вышли непосредственно на этой пристани. Затем Екатерина отправилась в сторону Волоклавы, и ее дальнейший путь лежал в Вайдарскую долину. Там у Потемкина было имение. Провела она на территории этого имения три дня, и затем отправилась дальше в свой вояж по Крыму. Ну а пока делайте фотографии, и мы с вами пойдем дальше.